Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». В студии Александр Рассохин. И Светлана Занькур, и мы переходим ко второй теме. Да, а ты обещал, что мы подведем итоги опроса. Во-первых, знаешь, что мы скажем? Напомню, что у нас в первом части был представитель ГИБДД Мария Шиляева. Заместитель начальника отдела управления ГИБДД по Кировской области. Мы с вами обсуждали нововведение в ПДД. И в частности, знак ША, да, шипованная резина. Большинство наших слушателей высказалось, что найти этот знак сейчас в магазинах на заправках нереально, его нет. И проще распечатать дома. Проще распечатать и наклеить. Хотя стоимость называли в районе 10 рублей. На заправках знака нет. Напоминаем, что с 4 апреля он должен быть на заднем стекле вашего автомобиля. А в течение двух ближайших трех-четырех недель, когда вы поменяете резину, вам этот знак лучше бы снять. Потому что его там не должно быть. И дальше весной, осенью вернее, та же самая история. Снова знак наклеили. Потом его снова сняли. И тут вот мы пытались выяснить, куда же пропали знаки. Потому что даже одна наша слушательница сказала, что на бизнес-заправочной станции ей пояснили, что и у поставщика их нет. Но пришел Владимир Сметанин, наш автоэксперт, который, видимо, все утро искал знак ША. И нашел таки, да, в ларьках распечате, насколько я поняла. Где-то у Большого глобуса, как я понимаю. Да, где-то в районе 8 рублей стоит знак. Но те, кто уже и не стал так активно его искать в магазинах и ларьках, уже распечатали и наклеили. А кто-то нам сказал, что и не будет этого делать, потому что все это зря. Принципиально. Да, ну так вот, работу ГИБДД мы вас просили оценить. Слушатели на сайте хакирова.ру и нашей группе ВКонтакте. Вот изменилась ситуация на сайте Хакирова. Все-таки 50% говорят, что неудовлетворительно. Зато оставшиеся 50% говорят, и удовлетворительно, и даже отлично. Ну, результаты в группе ВКонтакте слегка изменились. На первом месте все так же. Ничего не знаю о работе ГИБДД. На втором месте, если на начало первого часа был вариант неудовлетворительно, то сейчас удовлетворительно. Сколько процентов ничего не знает о работе ГИБДД? 29%. Счастливые и безлошадные люди. На втором месте удовлетворительно, на третьем неудовлетворительно, и на четвертом и пятом хорошо и отлично. Эту тему закрываем. Обещание свое рассказать про то, как работают эвакуаторы в этом городе, выполним. С Марией Шелевой договорились. Отговоримся и с теми, кто занимается, собственно говоря, эвакуацией. А сейчас мы переходим ко второй теме. Сформирован новый состав молодежного парламента Кировской области. И определился председатель молодежного парламента. Это Ярослав Шулаков. Он у нас сейчас в гостях. Здравствуйте, Ярослав. И также председатель комиссии по регламенту депутатской этики реализации депутатских полномочий, вопросам информационной политики и взаимодействий с институтами гражданского общества ЗАГС Собрания. Юрий Балыбердин. Юрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы все время выполняем обещания в нашем эфире. Мы с Юрием Александровичем где-то месяц назад договорились о том, что здесь будет эфир как раз по молодежному парламенту. Мы готовы были как раз за это время посмотреть, как пройдут сборы заявок, как комиссия будет рассматривать, собственно говоря, тех ребят, которые подаются. Ребят уже, вот сейчас я должна исправиться. На это тоже надо будет слушателям рассказать все. Это миф, что это ребята возраста комсомольцев 18-20 лет. Потому что, например, Ярослав Шуракова, председатель молодежного парламента, как мы тут выяснили, 28. Это уже состоявшийся человек-мужчина. Так вот, те люди, которые выдвинулись на кандидатов в молодежный парламент, чтобы они написали все необходимые документы, чтобы они защитились, чтобы они прошли, чтобы был выбор, чтобы это все дело обсудили. И столько тут наобсуждали уже за это время, что действительно есть о чем сегодня рассказать. Кроме того, что у нас председатель, и мы хотим еще рассказать и про намерения, про планы и прочее. Поэтому давайте мы устроим сегодня такую программу, которая бы помогла нашим слушателям абсолютно ясно представить себе, что же такое молодежный парламент Кировской области. Итак, молодежный парламент. Прежде всего, Юрий Александрович, вы давно очень в этой теме. Сколько лет он действует в Кировской области? Ну, вот вы понимаете, такая ситуация, что каждое законодательное собрание формирует, участвует в формировании молодежного парламента. И пока действует законодательное собрание, молодежный парламент также выполняет свои функции. Как только законодательное собрание прекращает свои функции, избирается новый созыв, так же точно меняется состав молодежного парламента. С какого времени у нас формируется молодежный парламент? Вот молодежный парламент пятого созыва закончил свою работу, вот пятый, шестой. Ну, нет, всего это, наверное, вторая, да, Ярослав? С 2006 года. С 2006 года. Вот он поработал, да, вот этот вот период, затем пятый созыв законодательного собрания ушел, и, соответственно, молодежный парламент также точно прекратил работу. То есть мы, молодежный парламент в Кировской области действует с 2006 года в разных созывах. Так, хорошо, разобрались. Теперь мы должны понять, сколько человек обычно входит в молодежный парламент. Так же точно, как количество депутатов законодательного собрания, 54 молодых парламентария. Ровно столько же. 54 молодых парламентария. В возрасте от 18 до 35 лет. Я ошибаюсь, или этот возраст был увеличен в свое время? Было принято положение о формировании молодежного парламента, были внесены коррективы, и если прошлый молодежный парламент был в возрасте до 30 лет, то сейчас, в настоящий момент, на 5 лет, по аналогии с молодежным парламентом при Государственной Думе Российской Федерации, мы привели в соответствие до 35. То есть, когда человеку исполняется 36, он прекращает полномочия. И вот это действительно вещь такая для меня была удивительная, потому что, правда, когда говорят, вот в словосочетании присутствует слово молодежное, и ты себе представляешь выпускника школы, ну, там, в крайнем случае, студента, может быть, выпускника вуза. А когда тебе говорят, что человеку 35 лет, ну, тут уже как-то он, конечно, молодой, и в 40, я считаю, и в 45 тоже молодой, но уже это очень серьезно. Да и 28, Ярослав, это очень серьезно, я-то помню. Поэтому, ну, это вот, из этого вытекает очень много вопросов, которые мы будем тоже разбирать, потому что человек, когда тебе 28 и 35, он уже что-то в этой жизни должен представлять, он должен уже к чему-то прийти, а не только там находиться в начале пути, и он что-то должен решать. Вот насчет решения мы тоже поговорим. Итак, 18-35 лет. Проанализировали ли вы состав участников нынешнего молодежного парламента в отношении там, да, вот по возрастной категории, там, по гендерному признаку, может быть? Кто был в прошлых созывах и в нынешнем так же? Молодеет он или движется к верхней границе? Мне бы хотелось, наверное, отметить тот факт, что нынешний состав молодежного парламента, мы надеемся, будет более профессионален. По одной простой причине. Вот создается новый орган. По общественной палате, в которой вот вы состоите, А я три года в ней работал. Там такая же была примерно ситуация, когда первый созыв, ну вот собрались вроде бы, так, а куда идти-то? То есть набиваются шишки, нарабатываются какие-то новые там идеи и так далее. Вот здесь такая же самая ситуация. И очень приятно, что в новом составе молодежного парламента есть те ребята, которые отработали в прежнем составе. То есть они, безусловно, набрались опыта. Они, я думаю, что составляют именно тот костяк, именно ту канву, которая будет, ну вот в общем основополагающей, будет примером для остальных. То есть эти ребята будут обучать тех, кто менее опытен. И может быть в этом есть очень хороший позитив. Опять вопрос. Какое количество в процентном соотношении участников прежнего молодежного парламента перешло в нынешний состав? Ну, вы знаете, мы, честно говоря, научные работы по изучению там гендерных иных факторов не делали. Ну, вот вы нам дали новый вектор. Я думаю, что эта тема будет обязательно изучена. Но я могу единственное назвать безусловных лидеров общественного мнения среди молодежи, которые вошли в очередной состав. За это мы заинтригуем. Сейчас прервемся буквально на полминутки и как раз об этом расскажем. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Сформирован новый состав молодежного парламента Кировской области. И мы с Александром Рассохиным, я Светлана Занько и Александр Рассохин. Мы хотим за сегодняшний эфир дать вам исчерпывающую информацию о том, что сейчас представляет из себя молодежный парламент, из чего он вырос и к чему он хочет прийти. Мы остановились на том, что Юрий Александрович Балыбердин, присутствующий здесь председатель комиссии по регламенту депутатской этики Законодательного собрания Кировской области, сказал нам, что он считает, что в молодежном парламенте нынешнего созыва присутствуют безусловные лидеры молодежи в нашем регионе. И готов их даже перечислить. Кто это? Да. Ну, прежде всего, мне бы хотелось отметить Дмитрия Шатунова. Это бывший председатель молодежного парламента. И Дмитрий в этот раз также будет представлять молодежный парламент нашего предзаконодательного собрания Кировской области. Так заместитель председателя. Да, так точно. В составе молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации. Вот секундочку. Это что значит? Что Дмитрий Шатунов будет у нас как представитель общественной палаты в Палате Российской Федерации? Он будет ездить туда, что ли, в Государственную Думу? Или как они собираются? Они собираются периодически. Там существуют тоже комитеты и тоже по направлениям. Один человек из молодежного парламента представляет регион в молодежном парламенте РФ. Да, именно так. И в этом созыве Дмитрию также оказана честь. Его молодежный парламент подавляющим большинством голосов выбрал на эту работу. Я думаю, что Дмитрий так же, как и прежде, будет исполнять ее достойно. То есть он и в прошлом созыве то же самое делал? Да, именно так. Кроме того, есть, безусловно, я тоже считаю, это лидеры молодежи. Это Егор Поспелов, это Екатерина Чернядева, это Елена Толоконникова. Мы ничего не знаем про этих людей. Кто эти люди? Егор Поспелов, как мне помнится, он был в этой студии один раз. Давайте мы представим хотя бы двух-трех. Ну вот давайте. Например, комитет по законодательству возглавила Елена Толоконникова. Говоря о профессионализме, это помощник судьи из Советска, Советский район. Значит, соответственно, приятно, что это представитель района Кировской области, потому что молодежный парламент не города Кирова, а Кировской области, мы всегда на этом делаем акцент. Я думаю, что человек профессиональный, высокопрофессиональный и сможет эту работу делать. У нас есть... А вот Андрей Коряковцев, или Коряковцев, не знаю, извините, как ударение, Коряковцев будет руководить комитетом по социальным вопросам. Тут вот, например, на чем мы основывались, когда его назначали? Я думаю, может быть, здесь Ярослав мне поможет. Я, честно говоря, близко... Представьте кого-нибудь, пожалуйста, Ярослав, вот из тех ребят, которые хотя бы комиссии возглавляют, чтобы понимать, кто эти люди. Да, у нас комитет по бюджету и налогам возглавил Шевченко Владислав. Это действующий предприниматель с большим опытом работы. А чем он занимается? Он занимается строительством. Строительством. Вот также комитет по промышленности и энергетике жилищно-коммунальному и лесному комплексам строительства, транспорта и связи возглавил Поспелов Егор. Самая ответственная такая зона, самая критическая, да, но Егор Поспелов будет в этой студии, я чувствую, присутствовать все чаще. Вот да, но я бы не стал выделять, я считаю, что все комитеты очень важные. Мы выделяем, потому что мы ориентируемся на наших слушателей, это самые горячие темы. Вот, как уже Юрий Александрович сказал, комитет по законодательству и местному самоуправлению возглавила Елена Толоконникова. По ней мы уже сказали. Комитет по социальным вопросам коряковцев Андрей. Это на сегодняшний день директор ЖКХ. ЖКХ имеет большой опыт работы управления, поэтому мы, не мы, а я не мог принимать участие в голосовании большинство людей. Там были долгие дебаты по вопросу, кто будет председателем данного комитета. Ребята проголосовали за Андрея и выбрали его председателем. Комитет по аграрным вопросам развития сельских территорий, переработки сельхозпродукции, предпринимательства и торговли у нас возглавил Бушмелев Артем. Да, Егор Поспелов был, я сейчас вижу, и мы с ним встречаемся сейчас в общественной палате. Вот скажите, пожалуйста, когда вы формировались, мы сейчас почему пытались представить себе, кто эти люди, когда вы формировали, я сейчас обращаюсь к Юрию Александровичу Балыбердину, молодежный парламент этого созыва, то есть какие критерии, во-первых, выдвигались, по каким критериям вы отбирали представителей, какие задачи должны были ребята решить, и сколько вообще всего было послано заявок? Ну вот, вопреки мнениям скептиков, что по новому положению сформировать парламент мы не сможем, это далеко не так, и вот практика доказала нашу правоту. Более 200 заявлений от молодых людей наших было получено, поэтому состоялся конкурс, как в хороший ВУЗ, поэтому вот из 200 надо было выбрать 54. Конечно же, перед комиссией, которая состояла из 13 человек, задача стояла очень сложная, потому что ребята действительно достойные, и каждый член комиссии получил соответствующие рекомендации, как нужно выбирать. Так, это все общие слова, давайте конкретно. Соответственно, критерии три. Первое, это эссе. Это некое квалификационное... Главный или просто один из? Безусловно, это один из, причем я не считаю его главным. Ну и как и многие мои товарищи по комиссии, кто в этой комиссии работал. Значит, это критерий, который не обязательный, он квалификационный, то есть молодой человек или девушка должны были показать, что они в курсе того, какие проблемы существуют в молодежной политике, в городе нашем, в области нашей, в стране и так далее. То есть задача очень, ну я считаю, что простая, но тем не менее, вместе с тем, это не научная работа. Я подчеркиваю, это не научная работа. Научные труды проверяются на антиплагиат, это диссертации, кандидатские, докторские. Сейчас мы об этом говорим, потому что после того, как был избран молодежный парламент, в СМИ и в соцсетях развернулась горячая полемика на предмет того, о какого качества эссе посылают кандидаты в молодежный парламент и с какими эссе туда прошли. И даже проверили как раз на оригинальность, собственные мысли, эти эссе. И стало понятно, что большое количество эссе содержит просто реферативную часть из интернета. Вот 19 работ, оригинальность текста, согласно авторам статьи, оригинальность текста у 19 работ составляет от нуля до 29%. Ну я хотел бы сказать, что мы так выборочно, хотя еще раз повторю, это совершенно не было каким-то условием по поводу заимствований, но вы знаете, очень многие работы состояли из небольшого количества страниц. Мы ограничили верхнюю планку, не больше 20. Ну вот представьте себе. Мы просто сейчас хотим, Юрий Александрович, понять, какие ставили задачи перед соискателем. Первое, значит, мы понимаем, это не главный, а один из критериев эссе. Совершенно верно. Дальше, вы хотели, чтобы они отразили какую-то тематику молодежную, проблематику, и поняли, как они видят, собственно, решение этой проблемы. Да ведь? Они не просто должны были обозначить, но и решение какое-то предложить в эссе. Безусловно. Кандидаты. Третье, не ставилась задача, чтобы там не было какой-то реферативной части. Вы правильно все понимаете. И еще, отвечая вот на вопрос, я бы хотел сказать, что поскольку, допустим, эссе составляет одну страничку, и мы убираем оттуда одно предложение, которое заимствовано, и сразу там вылетает такой процент, то есть есть разница из двухсот страниц убрать предложение или из двух. То есть объем тоже не регулировался. Абсолютно. И поэтому, еще раз повторю, эссе не являлась основной частью при выборе членов комиссии, и мы именно так их, и мы точнее были так именно проинструктированы. Объем тоже не регулировался. Сама тематика, ее оригинальность, она тоже как-то... Сама тематика была обозначена. Это реализация молодежной политики в Кировской области, в Российской Федерации, и все работы были посвящены именно этой тематике. Она очень широкая, поэтому и здесь ребята могли проявить себя в той области, в той сфере, где это было интересно. Это первая. Первая часть. Вторая часть, это мнение депутата законодательного собрания Кировской области. То есть, если, условно говоря, есть депутат, который проживает, который представляет там тот или иной район Кировской области, и молодой человек там себя проявил, и этот депутат мог позвонить любому члену конкурсной комиссии и заявить о том, что он знает этого конкурсанта, то этот человек проявил себя таким-то образом и ходатайствую или поручаюсь за то, что он будет работать хорошо. Наличие поручителя. Да. Это тоже одна из частей. Вторая, но не обязательно. И, наконец, третья, на которую мы обращали особое внимание. Все ребята подписали разрешение на использование персональных данных. Эссе, анкета и вот этот третий документ разрешения это три документа, которые были представлены. Причем мы обращали особое внимание, председатель комиссии Герман Анатольевич Гончаров комиссии конкурсной обращал особое внимание на то, что эти сведения предоставлены только членам конкурсной комиссии и разглашение их не является преступлением, но является серьезным нарушением этических норм. Но кто-то решил, что все-таки нужно придать гласности. К сожалению, утечка ушла, и я считаю, что она ушла с совершенно конкретной целью дискредитировать комиссию, дискредитировать тот процесс, который мы затеяли и успешно завершили. Юрий Александрович, я думаю, что вам не требуются мои успокоительные слова, но я-то могу сказать, что, конечно же, все вменяемые люди оценивают работу любого парламента по конкретной деятельности. По делам. Так что у вас, несмотря на начало такое более-менее скандальное, у вас есть все возможности доказать, что вы работаете эффективно. Однако, я должна все-таки, невозможно не отметить, что те работы, которые стопроцентно уникальными, считают аналитики в СМИ, которые посмотрели и написали, они даже по названиям сильно отличаются от тех, которые в своей оригинальности имеют гораздо меньше процент. Потому что, если мы говорим о молодежной политике в селах и деревнях Кировской области, или мы говорим о реализации развития государственной молодежной политики Кировской области, или мы говорим о вариантах решения жилищных проблем молодых семей, то это сильно не походит на название, например, «Малая родина, большие возможности», куда можно запихать, извините, все что угодно. Светлана, я все-таки хотел бы сказать, что мы так или иначе все равно скатываемся на тот вариант, который вы назвали скандальным и пытаемся оценивать ИСЭ. Вместе с тем, мне бы хотелось отметить, что третьим критерием и основным, на наш взгляд, является именно позиция члена конкурсной комиссии и личный контакт с предполагаемым членом молодежного парламента. А как это происходило? Каждый член комиссии получил конфиденциальную информацию с персональными данными, с телефоном, электронной почтой. То есть третья и главная позиция это собеседование. То есть было 13 членов комиссии, которые встретились с двумя стами кандидатами? Которые имели возможность встретиться с любым из тех молодых людей, которые отправили заявку. Секунду, что значит имели возможность? Они выполнили свою задачу или они просто имели возможность? Они имели возможность. Я, как член конкурсной комиссии, могу сказать за себя, я выполню. А со сколькими кандидатами вы встретились? То есть, ну, порядка 20 разговоров у меня было. Поэтому там, где я не сомневался и знал человека, о котором идет речь, то это собеседование не имело смысла. Там, где у меня были какие-то сомнения, я мог, так и сделал, снять телефонную трубку, позвонить, пригласить на встречу, либо поговорить по телефону. Вот говоря об эссе и вот этом вот разговоре, я считаю, что этот разговор важнее в тысячу раз. Потому что эссе можно авторское сделать, можно попросить знакомого кандидата наук написать и так далее. Согласитесь. А в личном разговоре уйти от этого разговора нельзя. И вот в итоге я хочу сказать, например, у нас имеется сегодня в составе молодежного парламента люди, которых я до того не знал, например, Роман Ренатович Гараев. Человек, который имеет огромную кучу благодарностей. Я просто вышел в интернет, я нашел его страничку и в итоге я считаю, что я не ошибся. Я познакомился с Иваном Андреевичем Десятковым, представителем завода Лепси. Я очень хорошо знал его деда, который руководил образованием в Белохолуницком районе. Оказалось, что Иван, я не знал, что это его внук и я не разочаровался в этом разговоре. Он показался действительно грамотным и молодым человеком, который, кстати, возглавляет ассоциацию работающей молодежи в Кировской области. То есть, это для меня, вот этот разговор личный, это тот именно критерий, по которому я оценивал людей. Кроме того, есть у нас, например, Ольга Леонидовна Тетенькина. Я ее лично не знаю, к сожалению, хотя этот представитель вуза, где я работаю, Вятского государственного университета, но это девушка, которая активно, является активным, что ли, участником движения Стоп Наркотик. Для меня это критерий. Поэтому таких ребят, я считаю, что вот здесь, в этом составе нового молодежного парламента подавляющее большинство, и если кто-то голосовал иначе, ну вот этих ребят выбрала комиссия. Это конкурс. Ну что я могу сказать по этому поводу? Уже то, что был большой конкурс молодежный парламент, и конкурс сопровождался скандалом, говорит все-таки о том, что парламент стали рассматривать как какую-то силу. С этим уже можно поздравить. А может быть, скандал, это вот громко и надумано? Ну, возможно. Об этом мы как раз, я думаю, и поговорим после перерыва, потому что вопросы у исследователей есть еще по ряду моментов, в том числе и по вашим разговорам и там собеседованиям с претендентами. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Сформирован новый состав молодежного парламента Кировской области. Здесь у нас люди, которые непосредственно имеют отношение. К нему Ярослав Шулаков, председатель молодежного парламента, и Юрий Балыбердин, председатель комиссии по регламенту депутатской этики, законодательного собрания Кировской области, непосредственный куратор молодежного парламента, правильно я говорю? У нас есть 13 минут до окончания программы и есть масса очень важных вопросов. Давайте сейчас ответим на вопрос, который Саша переговорил. Давайте завершим тему формирования молодежного парламента. Татьяна Веселова, депутат от ЛДПР в ЗАГС-собрании, заявила, что если посмотреть на фамилии победивших конкурсантов, большинство из них связано с молодой гвардией Единой России. Кроме того, победителями стали трое помощников депутата Юрия Балыбердина. И проверка на антиплагиат, но в свою очередь Владимир Быков заявил, что я бы не хотел, чтобы политизировали наш молодежный парламент. Но от этого никуда не уйти. Все-таки большинство Единой России или молодежного крыла Единой России. Давайте мы зададим этот вопрос Ярославу как председателю. Вот насчет политизации и насчет того, какие партии представляют люди в молодежном парламенте. Потому что, еще раз, это не дети, это уже взрослые люди. И у них есть какие-то свои взгляды. Как у вас с этим? В парламенте молодежи. Хотелось бы отметить, что в молодежный парламент вошли ребята, которые, не все ребята занимаются там политикой. Там много ребят из общественных организаций, работающих молодежи и так далее. Поэтому мы ни в коем случае, как сказал Владимир Васильевич, не будем политизировать наш молодежный парламент. А в первую очередь мы будем работать над проблемами молодежи. А все-таки, возвращаясь к статистике, Юрий Александрович, хотелось бы увидеть, представители каких там партий есть, они вполне себе могут быть партийными людьми и с какими взглядами. Я хотел бы отметить, что в анкете партийность не определялась. То есть там такой статьи даже не было. И это подтверждает еще раз наши слова о том, что молодежный парламент очень бы хотелось видеть не ареной каких-то политических сражений. Пусть это занимаются люди, кому это интересно. А молодежи, я считаю, что интересно прежде всего сделать жизнь молодежи, жизнь Кировской, жителей Кировской области более интересно сделать для них что-то хорошее, провести какие-то совершенно понятные мероприятия, акции, вести за собой молодежь. Вот это главное. Без политических лозунгов. Совершенно верно. И совершенно все равно какой партийный билет или какого вероисповедания человек, который перевел старушку через улицу. Давайте их через улицу этих бабушек переведите. Если они хотят, конечно. Ой, хорошо бы так и в нашем главном парламенте было, честное слово. Так, Юрий, сейчас нужно перейти к тем вопросам, которые вам предстоит решать в этом созыве молодежного парламента. Ну, во-первых, как только вас всех избрали, вы сразу же собрались. Был избран председатель, понятно, да? Были избраны уже перечисленные часть перечисленных нами уже председатель комиссий. Теперь про задачи. Прежде всего, вот Владимир Васильевич Быков, он и здесь в нашей студии говорил о том, что он лично считает, что у вас должна быть право законодательной инициативы, должно быть, потому что тогда вы не будете номинальной единицей, а будете обладать некой силой, да? И как у вас отношение к законодательной инициативе и успели вы уже что-то обсудить на первом заседании в этом смысле или нет? Значит, смотрите, позавчера прошло первое пленарное заседание, на котором был избран председатель, были избраны заместители и председатели комитетов. Вот, сразу же хочу отметить, на следующий день было собрано первое заседание председателей комитетов, на котором я председателем комитетов уже поставил конкретные задачи по проблематикам в их комитетах, чтобы они подготовили, отвели им две недели до следующего собрания, за которые две недели они уже должны собрать свои комитеты, вот, чтобы ребята в этих комитетах дискудитировали, пообсуждали вопросы и вынесли через две недели эти вопросы на обсуждение уже совета парламента. Вот, также хочу отметить, что наше первое пленарное заседание началось с минуты молчания по связи с трагической страгедии с терактом в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. Вот, и все ребята, которые в молодежном парламенте и жители нашей страны это неравнодушные граждане нашего региона. Вот, по вопросу законодательной инициативы хочу сказать, что мое мнение, что это достаточно такой тонкий момент. Я знаю регионы, где ребята наделены правом законодательной инициативы и они успешно реализуют проекты. Мы можем какие-то назвать идеи, которые прошли как законодательная инициатива молодежных парламентов? К сожалению... Отдельно тогда этот вопрос обсудим, когда через две недели у вас будут какие-то предложения. согласен. И также хочу отметить, что во многих регионах молодежный парламент не наделен правом законодательной инициативы. Но это не мешает выносить во взрослый парламент эту проблематику. И депутаты законодательного собрания полностью поддерживают эти проекты и обсуждают их на пленарных заседаниях. А как Ярослав это происходит? Сейчас пока у вас нет права законодательной инициативы, а потом спросим у Юрия Александровича, а когда будет обсуждаться наделение. Как это происходит? Вы через две недели получите какие-то предложения. У вас еще в СССР уже очень много предложений. Вы получите предложения, сформируете повестку. Дальше вы что делаете? Как эта коммуникация с взрослым парламентом осуществляется? Наши взрослые товарищи из законодательного собрания приглашают нас на взрослые комитеты, где мы можем выносить свои рекомендации. Такие же профильные комитеты? Это практически зеркальное отображение. И у вас председатель является полноценным участником этого комитета и он вносит какие-то предложения от молодежного парламента? Совершенно верно. И руководитель комитета в законодательном собрании может вынести, я думаю, что так и будет, надеюсь на это, на пленарное заседание комитета пленарного заседания законодательного собрания Кировской области. Понятно. Просто надо было выяснить, какой же механизм. А что случится, если у парламентариев молодых будет право законодательной инициативы, Юрий Александрович? Мы обсуждали этот вопрос, мы считаем, что это вполне возможно и вероятно, но вот тут может быть сравнение, будет оно страдать или нет, но вот позавчера родился ребеночек, мы хотим ему дать водительское удостоверение и посадить за руль. Удостоверение мы дать можем, сможет ли он ехать за рулем. То есть прежде чем это мы обсудим, естественно, с молодежным парламентом это все, прежде чем это право дать, мы, конечно же, должны понимать, что члены молодежного парламента вполне созрели для этого, что они способны давать хорошие, правильные, интересные идеи в оформлении, мы, конечно, поможем. Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе, в какой-то мы к этому вопросу вернемся и я надеюсь, вот по составу молодежный парламент действительно весьма квалифицированный, здесь есть кандидаты наук даже, то есть здесь есть ребята, которые на практике доказали уже свои способности реализовывать проекты и так далее. Я считаю, что это очень сильный состав, который в перспективе в ближайшей такое право вполне достоин получить. Мы надеемся, что они оправдают ваши ожидания. Вот Владимир Васильевич Быков заявил, что по поводу законодательной инициативы, что в некоторых вопросах, особенно молодежной политики, мы должны не давлеть над ними, то есть над членами молодежного парламента, а услышать, чего они хотят. Но в таком случае, если там есть связь между ЗАГСобранием и Молодежным парламентом, то можно высказывать свои предположения, какие-то пожелания и прочее, потому что мы видим на примере общественной палаты, которая столько лет добивалась права законодательной инициативы, что сейчас, где, где какие законопроекты, то есть в этом русле полная тишина. и вот как я подозреваю... Там есть, по ЖКХ. Нет, по ЖКХ но очень. Такой проект и есть. Дело в том, что, понимаете, когда принималось это решение, тогда секретарем был Дмитрий Александрович Курдюмом. Но мы сейчас не об общественной палате. Да, ну то же самое. Хорошо, идея такая, что право законодательной инициативы, это есть некий инструмент. Вот мы же не можем судить о ядерной державе по количеству применения ядерного оружия, об эффективности ядерной державы, правильно? Но кнопка есть. То есть потенциально мы в случае наделения инициативой мы некий авторитет, безусловно, даем, делегируем некое право. Прежде всего авторитет. Причем это не решение, если каждый депутат ОЗС имеет право единолично внести законопроект, то в данном случае речь идет о коллегиальном решении всего молодежного парламента. То есть это как один депутат ЗАГСобрания получается в плане наделения законодательной Просто я вот реально на примере общественной палаты не вижу смысла здесь наделять, если есть и так взаимосвязь, пообщались, обсудили все коллегиально и вынесли решение. Специально для этого наделять молодежный парламент законодательной инициативой? Ну, вопрос. А мне все-таки видится, что для придания не просто статуса, а действительно какого-то веса у парламентариев должно быть это право. Иначе какой он парламентарий? Понимаешь, он должен прийти и попросить у взрослого своего товарища. Я на примере прошлых созывов молодежного парламента не пока что отношусь к тому, что нынешний созыв будет разрабатывать законодательные инициативы и выходить с ними Вот поэтому Юрий Александрович говорит, что мы дадим срок, на них посмотрим. Минимум 100 дней, я так понимаю. Обязательно посмотрим. И если ребята будут генерировать идеи в неограниченном количестве, то мы их инициативу наверняка поддержим. Давайте посмотрим. И мы, я думаю, что через какое-то время соберемся, если вы нас пригласите. А если вы придете, мы-то вас приглашаем. А то, что вы говорите, и то, что очень хорошо, что один человек говорит, что надо наделить, другой нет. Я знаю, вы любите конфликты. Поэтому я очень надеюсь... Мы конфликты, на самом деле, Саша, вообще не люблю. А что обсуждать иначе, если все за? Более бесконфликтного, чем рассыпан человека, я вообще не знаю. Но поспорить и подискутировать, конечно, всегда надо. Обязательно. И поэтому это официальное приглашение нового молодежного парламента от нашей радиостанции, Ярослав. Мы бы очень хотели видеть, кто эти люди, для которых открываются социальные лифты. А вот здесь мы обсуждали с людьми, которые пользовались им раньше. Действительно, есть некоторые в правительстве сейчас Кировской области. Так вот, хотелось бы понять, что эти люди предлагают, ваши соратники по молодежному парламенту, и к чему они идут. Потому что мы уже успели тут поспорить по одному вопросу в перерыве, да, и социального блока. Нас это очень интересует. Мы вас приглашаем. Спасибо. Светлана, я очень бы хотелось вспомнить слова Владимира Ильича Ленина, который в своей работе нашей политической партии в стране и в Думе говорил о том, что судить о деятельности политических партий надо по их делам, а не по словам их лидеров. Это в полной мере относится и к молодежному парламенту. Надо понимать, что вы буквально 10 минут назад сказали, что никакой политизации молодежного парламента речи не идет. Конечно. Все, спасибо большое. Мы вас приглашаем, обещание свое держим, и где-нибудь там в конце апреля, в мае, и я надеюсь, что вы со своими коллегами Мирослав к нам придете. Обязательно. Дневной разворот заканчивается. Александр Осохин. Светлана Занько. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин